Конкурс «Воспитатель года» проводится в районе 13 лет. В этом году было 12 участниц предварительного этапа. Они прошли несколько испытаний, раскрыли многогранность профессии, доказали, что мастерство педагога – это систематически кропотливый поиск и труд. Но до финала, который состоялся в минувший четверг, в Видновской гимназии дошли по условиям творческого состязания четверо педагогов дошкольных учреждений. О ходе соревнований и о победителе конкурса расскажет Татьяна Акимова. Праздник профессионального мастерства принято начинать с вручения подарков педагогам, участникам конкурса. В этом году от традиции не отступили. Грамоты и ценные призят администрации, Советы депутатов и Управления образования района получили все конкурсантки. Здорово и замечательно, что 12 талантливых воспитателей в этом ежегодном конкурсе принимали участие. Конечно, победит сильнейший. Победить было непросто. И первый этап – визитная карточка. Воспитатели за строго определенное время должны были рассказать о себе и своей работе. Все финалистки пришли в профессию не случайно. Одна мечтала стать педагогом с детства, другая – продолжатель династии. Но любовь к детям, желание стать им другом и наставником, умение найти подход к каждому и раскрыть индивидуальность – это то, что их объединяет. Я думаю, что это мое призвание с детства. Все, что меня окружало, хотелось бы все это передать детям. Мне очень нравится заниматься с детьми, давать им какие-то новые знания, передавать свой опыт. Меня можно защитить человеком, потому что у меня очень большая семья. Это все мои дети, все мои педагоги, коллеги. Все мое окружение. То есть это огромная любовь к детям. Это самое главное. А все остальное может приложиться. Как известно, профессия воспитателя предъявляет высокие требования к уровню мастерства и к личностным качествам. Безусловно, все конкурсантки обладают талантом, знаниями, педагогическим тактом и актерскими навыками. Именно это они и продемонстрировали во втором конкурсе «Представление опыта работы». Ежегодный конкурс «Воспитатель года», а существует он 13 лет, один из ярких, заметных событий в жизни педагогического сообщества Ленинского района. Это не только серьезное творческое испытание, но и открытая площадка для обмена опытом дружеского неформального общения. Посмотреть и оценить работу педагогов Ленинского района приезжают и коллеги из соседних муниципальных образований. Безумно понравились ваши воспитатели, настоящие профессионалы, великолепный опыт работы. И Каширский район обязательно ваши идеи поддержит и в работу свою возьмет. Яркие выступления финалисток значительно осложнили работу жюри. Выбрать победителя оказалось непросто. Конкурс есть конкурс, мы должны выбрать одного из всех. Хотелось бы отдать первое место всем. Ни одна из финалисток не ушла со сцены без подарка. Каждая из них была отмечена в той или иной номинации. Но лента победителя районного конкурса «Воспитатель года-2013» досталась Юлии Калугиной. Меня разрывает от радости, меня разрывает от счастья. И я очень благодарна всем людям, которые мне помогали. Потому что одна бы я ничего не смогла сделать. Этот конкурс завершен. При поддержке и с помощью своего родного коллектива Юлия скоро начнет готовиться к областному творческому состязанию воспитателей. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.